МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Четверг, 11 февраля на календаре в эфире ПАДИИ на телеканале ЛОД в студии Юлия Пятимирова. Сегодня в выпуске. Главный полицейский Луганщины призывал приемщиков металлолома работать прозрачно. Продолжит ли ремонт четырех северодонецких мостов? А теперь подробнее. Начальник полиции области Юрий Покиньборода провел встречу с владельцами пунктов приема металлолома. Призвал их работать в рамках закона, предупредил о том, что борьбу с нелегальными пунктами приема ужесточат. Он также пообещал рассмотреть все жалобы на неправомерные действия сотрудников правопорядка. О чем еще говорили на встрече в нашем следующем материале. В ходе операции металлолом полиция Луганской области выявила более 60 нелегальных приемных пунктов. После расследования их организаторов привлекут к уголовной ответственности. Такие итоги озвучили полицейские на встрече с владельцами пунктов приема металлолома. Поскольку нелегалы способствуют кражам и мешают тем, кто работает законно, начальник полиции предложил предпринимателям вести диалог. Я хочу понимать, чем мы можем вам помочь, чтобы вы могли нормально, честно зарабатывать деньги, платить налоги в бюджет области, чтобы вам никто не мешал этого делать. Правоохранители говорят, что на приграничной территории работа по сбору и приему металлолома связана с особым риском. Поэтому предприниматели призвали относиться к проверкам с пониманием. После трагедии, которая произошла в Сватово, мы выявляли факты, что принимаются остатки снарядов, боеприпасов. Один из основных поставщиков лома на металлургические комбинаты Украины за прошлый год уплатил в областной бюджет полмиллиона гривен. Несмотря на масштабы, здесь тоже имеют претензии к правоохранителям. Мы просим, чтобы нам не создавали препятствия в ходе ведения нашей деятельности. Например, обыска, которые проводятся на приемных пунктах нашего предприятия. Например, задержание транспортных средств с целью осмотра, досмотра, проверки документов. В полиции пообещали провести работу с личным составом и расследовать поступившие на сотрудников жалобы. Владельцам приемных пунктов предоставили рекомендации, в которых учтены последние изменения в соответствующих законах. Наталья Войнова, Вадим Цветков, ПАДИИ. Восстановление четырех северодонецких мостов под угрозой срыва. Сейчас работы ведутся на пятом, самом большом и основном, том, что через Северский Донец. Путь к нему через те самые четыре малых моста. По словам мэра Северодонецка Валентина Казакова, они в аварийном состоянии, их закрыли. В бюджете нынешнего года денег на ремонт нет и не будет. Так решили депутаты Северодонецкого горсовета. Как говорит городской голова, в прошлом году на третий и четвертый мосты потратили более полутора миллионов гривен. Сейчас ищут вне бюджетной варианты привлечения денег. Мы подали по фонду регионального развития и по субвенциям. Где сработает, там и сработает. Будут деньги, будем достраивать. Городской голова Северодонецка не исключает, что самым реальным может стать проект под прямые инвестиции Евросоюза. Он будет убеждать депутатов проголосовать за 10-процентное бюджетное софинансирование. Я буду обращаться к депутатам. Ребята, ну если вам дают 90%, неужели мы не найдем 10% в нашем бюджете? Я думаю, найдем. В 2015 году в Северодонецк был перемещен архив из счастья. В нынешнем свыше 12 тысяч документов перевезут из перифронтовых станиц Луганской и Попасной. Также предстоит создать электронный банк документов. Об этом говорилось на коллегии работников Луганского областного государственного архива. Архивные установы працювали в условиях ведения военных действий на территории области и по шуку новых форм работы после перемещения территории под контрольным органом государственной владой в Украине. Не дивлячись на эти трудности, архивные установы области вистояли и выполняли свои функции, направленные на сбережение и примножение бесценного национального надбания. На базе нашего государственного архива будет создана база данных, которая будет складываться с базы данных 12 райдержадминистрации, 3 архивных отделей местных рад и 30 трудовых архивов. Комментируя возможную приостановку сотрудничества Международного валютного фонда с Украиной из-за высокого уровня коррупции и медленной темпы реформ, премьер-министр Украины Арсений Аценюк заявил, что международные партнеры хотят видеть, что мы полагаемся не только на помощь извне, но и самостоятельно двигаем страну вперед. Это не вся информация, подготовленная нашими корреспондентами. Далее в выпуске вы узнаете о таком. Незаконный ЛНР отправили на подвал очередного псевдо-министра. Почему Лисичанская школа номер 2 без света и тепла, выяснили родители. Незаконный ЛНР на подвал отправили коммунального псевдо-министра Русакова. Жители Донецка взбунтовались против боевиков Донецкого недогосударства. А в незаконной ДНР для создания иллюзий счастливой жизни придумали очередной праздник. Подробно об этом в нашем традиционном обзоре. Генеральная уборка в рядах террориста продолжается. Так, 10 февраля в оккупированном Луганске были задержаны очередные чиновники-предатели. Псевдо-министр строительства и ЖКХ Алексей Русаков и директор фирмы-подрядчика по реализации программы восстановления 100 домов Лига стройсервис Максвелл Сами. Об этом пишет обозреватель. Так называемая милиция возбудила уголовное дело о нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупных размерах. Проще говоря, нашли виновных в срыве программы восстановления разрушенных боевиками домов. Из 100 готовы только 4, хотя должны были сдать до 31 декабря прошлого года все. И денег больше нет. Теперь, чтобы не строить дома и не делиться деньгами, выбрали предатели и их наказали. Всего украли 72 миллиона рублей. Задержание проходило в лучших традициях сепаратистов – боевики в масках и чиновник-сепаратист с мешком на голове. Также в октябре 2015 года в Луганске был задержан и псевдо-министр топлива, энергетики и угольной промышленности Дмитрий Лямин. Он исчез в подвалах Эленерии. Жители Донецка взбунтовались против самозваной власти Донецкого недогосударства. Так, в оккупированном городе люди устраивают открытые акции протеста против беззакония со стороны боевиков. Об этом пишет обозреватель. Местные жители возмущены тем, что на оккупированных территориях обострилась криминогенная ситуация. На территории района шахта «Октябрьская» в Донецке боевики, что служили в батальоне «Восток», регулярно совершают тяжкие преступления. Разбойные нападения, убийства, ограбления. Жертвами преступников становятся все. Не брезгуют они ни женщинами, ни подростками. Из-за протеста всепаратистское руководство незаконной ДНР ввело ночное патрулирование. Правда, туда вошел тот же криминалитет. Все те же боевики, что грабят и убивают, только теперь они могут это делать официально, с разрешения самозванной власти. Люди боятся. Что ни день, то праздник. Чиновники-самозванцы в псевдореспубликах придумывают все новые торжества, чтобы показать, видимо, счастливой жизни на оккупированной территории. В этот раз в Донецке решили отметить День дипломатического работника незаконной ДНР. Об этом пишет информатор. По словам боевиков, на празднование прибыли гости из пяти стран – России, Абхазии, Южной Осетии, незаконной ЛНР и Польши. И как раз в это время в братской террористам России за мошенничество задержали одного из дипломатов Донецкого недогосударства. В Москве задержали Петра Чихуна, который назначен представителем незаконной ДНР. Он подозревается в причастности к большому мошенничеству с попыткой рейдерского захвата здания в центре Москвы. Об этом пишет Луганский радар. Операцию по задержанию провели братские оперативники Московского следственного управления. Видимо, этот праздник боевики праздновали последний раз. В Лисичанске в школе номер 2 вторую неделю нет света и отопления. Причина – порыв силового кабеля к школьной подстанции. Ремонтируют своими силами. Руководство городского отдела образования встретилось с родителями учеников и предложило перевести детей на время ремонта в школу номер 3. Родители не согласны, чем закончилась встреча в материале наших журналистов. Недовольные родители и успокаивающий их директор школы и начальник городского отдела образования. Так началось родительское собрание в школе номер 2 в Лисичанске. Семь дней здесь нет электричества. В классах холодно. Чтобы избежать простуды, руководители решили сократить уроки либо перевести детей в соседнюю школу. Эти дни дети будут учиться по 20 минут. Но у нас до понедельника, вот сейчас я разговаривала с исполкомом, и только с понедельника будет свет. Вы говорите о том, прийти в холодную школу на 20 минут смысл. Вы говорите о том, там где есть отопление мы не хотим идти. А почему вы в свою школу должны идти? Потому что свою вы не можете взять с собой и перенести на то место, где есть свет. Родители решили проверить, как устраняют порыв кабеля. Как оказалось, работают два школьных сторожа и слесарь лопатами и киркой. У вас есть допуск до таких работ? Копать? Нет, здесь все-таки высокомультный кабель же проходит. Честно, нет. Ну а так а что вы делаете? А если вас сейчас убьют? А если городские власти не делают? Вот, то будут ваши пришли. Родители идут к директору и требуют убрать работников школы с аварийных работ. У них нет ни плана, ничего. Копайте. Это работники, которые не понимают. Они электричные. Они что-то там не понимают. А если человек не работает? Это противозаконно, вы понимаете? По требованию родителей работы прекратили. А после нескольких звонков в Лисичанский с полком и энергетиком сюда приехали работники Лео. Родители согласились подождать до понедельника. Надеются, что авария будет устранена. Иван Полупанов, Роман Царевский, ПОДИИ. Программу развития Белокуракенской объединенной территориальной громады рассмотрели на расширенном заседании с участием депутатов и руководителей предприятий. Временно исполняющие обязанности сельских старост рассказали об организации питания в детсадах и школах, о том, где установят энергосберегающие котлы и предложили проекты по благоустройству всех 24 населенных пунктов района. Базовое село, оно не освещается. Вот есть такая проблема. И я думаю, что с помощью объединенных ароматов мы ее решим в этом году. Есть проблемы также у нас с дорожным покрытием, которые находятся на балансе Лизинской сельской ради. Значит, это в основном по селу Шапарск, но есть и части на улице по селу Лизине, где планируем сделать тротуар, а, возможно, какое-то шлаковое покрытие. Дуже великое надеяние у меня на объединенную громаду. Плани такие, чтобы жилось населению лучше. И в продолжении выпуска новости зарубежья. Из-за кризиса Россия готовит продуктовые карточки для населения. Минпромторг Российской Федерации разработал схему адресной продовольственной помощи населению, которая продолжает беднеть. По данной схеме малообеспеченные россияне получат электронные карты для покупки еды в магазинах. Раз в месяц на нее будут поступать бюджетные деньги. Потратить их можно будет только в течение определенного времени и в тех магазинах, которые пожелали присоединиться к программе. Обналичить или отложить не выйдет. Сумма поддержки пока неизвестна. Эксперты говорят, что эту программу бюджет России не осилит. Кризис уже съел зарплаты россиян. Реальные заработные платы уменьшились на 13%. А число недоедающих достигло максимума за 6 лет. И уже насчитывает миллионы нищих. И о погоде на 12 февраля. В Луганской области облачно с прояснениями. Ночью мокрый снег, местами сильный, днем без существенных осадков. Слабый гололед, местами туман. На дорогах гололейдится. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью порывы до 20 метров. Температура воздуха ночью минус 3, плюс 2 градуса. Днем от 0 до 5 градусов тепла. В Северодонецке температура воздуха ночью 0, минус 2. Днем 2,4 градуса тепла. В Луганске температура воздуха ночью около 0, днем 3,5 градусов тепла. На этом все. Самая свежая информация о событиях в Луганской области на сайте LOTAL.GUA и в новостях Радио Пульс. Обязательно встретимся на нашем канале. Я желаю вам только хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин